ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Маневров гидроакустики засекли вожделенную цель. Началась погоня. И тут обнаружилась странная вещь. Настигнуть субмарину было невозможно. Она шла со скоростью 150 узлов, почти 300 км в час, и это под водой. При том, что даже лучшие сегодняшние подводные лодки дают не больше трети этой скорости. Фантастической скоростью дело не ограничилось. Странная субмарина за считанные минуты умудрялась нырять на глубину 6 км и вновь подниматься почти к поверхности. Так глубоко могут опускаться только специальные аппараты. Но на спуск подъем у них уходят часы, а никак не минуты. Как будто понимая свое превосходство, загадочный объект даже не пытался скрыться и крутился возле военных кораблей еще четверо суток. Маневренность у глубоководного призрака была потрясающая. Инерция практически отсутствовала. Бомбить чужака не решились. Я, как главнокомандующий военно-морским флотом СССР, обращаюсь к вам и через вас к вашему правительству, чтобы вы поймали нашу подводную лодку, уничтожили ее там. И я вам скажу спасибо. Мы начали отмечать какие-то непонятные объекты, которые излучали непонятные сигналы. Психологически на вас это будет воздействовать? Безусловно. То есть любой командирский ад подумает, что я обнаружен. Холодная война – это прежде всего война технологий. То, с чем во второй половине прошлого века столкнулись западные военные моряки, повергло их в состояние, близкое к шоку. Сегодня, по истечении срока давности, наши офицеры и адмиралы согласились рассказать то, о чем они молчали десятилетия. Сенсационные факты и свидетельства российских военных моряков в фильме «Тайна трех океанов» в погоне за призраком. В январе 1960-го на глубине залива Нуэва обнаружили две огромные и необычные субмарины. Одна лежала на грунте, другая описывала вокруг нее круги. На официальный запрос из Буэнос-Айреса и Вашингтон, и Москва ответили, что вблизи аргентинских берегов их подводных лодок нет. Соединенные Штаты в помощь аргентинцам срочно направили авианосец «Индепенденс». За десять дней на нарушителей границы сбросили тонны глубинных бомб. Однако добились только одного. Подлодки невиданной формы с огромными шаровидными рубками всплыли и с невероятной скоростью начали уходить. Был открыт артиллерийский огонь. Субмарины тут же ушли под воду. То, что в следующий момент увидели моряки на экранах гидролокаторов, ошеломило их. Количество подлодок сначала увеличилось вдвое, а затем их стало шесть. Погоня ничего не дала. Таинственная флотилия, развив невероятную скорость, скрылась в глубинах Атлантики. Хрущев направляет советскому атташе в Аргентине секретный запрос. Нужны подробности этого инцидента. Прошло несколько недель, и неизвестный подводный объект обнаруживают уже в Карибском море. Боевые корабли военно-морских сил США догнать его не в состоянии. Он движется под водой со скоростью 370 км в час. В последующие годы таинственные суперлодки засекают в самых разных районах мира. Их видят в Средиземном море. В 1965 году их не раз наблюдают летчики и рыбаки среди подводных скал у берегов Австралии и Новой Зеландии. Обычным подлодкам из-за мелководья попасть туда просто невозможно. Удивляет их внешний вид. Это были металлические конструкции идеально обтекаемой формы, похожие на эллипсы длиной около 30 метров. Ни выступов, ни люков. В ряде случаев в верхней части корпуса были замечены иллюминаторы. В середине 60-х загадочные подлодки появляются в самых неожиданных местах. Очевидцы рассказывают странные вещи. Часто при движении этих субмарин не возникает ни водоворота, ни пенистой струи. Западная пресса заявляет, это сверхсекретные разработки русских. В эти годы соревнования между ведущими державами идет во всех сферах. От космоса до морских глубин. Советский Союз ускоренными темпами превращает свой флот в океанские. Одна за другой вводятся в строй подводные лодки нового поколения. Атомные. Они не всплывают месяцами и могут запускать баллистические ракеты из любого района мирового океана. Холодная война, она была, она есть и она будет. И наша задача противостоять вероятному противнику и быть готовностью к нанесению удара. Это может быть под Ольдами, это может быть в Адлантической океане, может быть Средиземном море, в Адлантической океане. Ну, в любой точке земного шара. Запад ищет советские подводные лодки повсюду. Но военные специалисты растеряны. Обнаруженные субмарины иногда демонстрируют просто невероятные характеристики. Лето 1967 года. Атлантика. Буквально в притирку с аргентинским судном Навьера, бесшумно и не оставляя следа на воде, в течение четверти часа шла светящаяся сигара длиной более 30 метров. Не видно было ни перископа, ни поручней, ни башни, ни надстроек. Вообще никаких выступающих частей. От сигары исходил мощный голубовато-белый свет. Затем объект неожиданно нырнул, прошел под судном и быстро исчез в глубине, излучая под водой яркое сияние. Военно-морская разведка США докладывает, казалось бы, о немыслимых вещах. Например, о том, что неизвестные объекты обладают качествами не только подлодок, но и самолетов. Они влетают из-под воды буквально под носом у противолодочных крейсеров и на сверхзвуковой скорости уносятся в небо. Фотографии и киносъемки военных моряков засекречены. Но подобными снимками то и дело делятся гражданские моряки. Вот лишь один из них. Он сделан у берегов Бразилии летом 1962 года с борта судна Кайоба-Сихора. Экипаж с изумлением наблюдал за странным летающим объектом, который погрузился в воду рядом с судном. Другой объект в это же время вылетел из воды и исчез в ночном небе. Что это? Неужели русские в научно-технической гонке настолько вырвались вперед? Американская разведка докладывает. Ходят слухи, что советы на Каспии испытывают какой-то особо секретный самолет-крейсер, способный перемещаться как под водой, так и по воздуху. Пентагон всерьез обсуждает возможность создания такого супероружия. Сотрудники Института физики Земли имени Шмидта рассказали мне о наблюдениях, которые они провели в Каспийском море, в южной части. Это очень глубоководная часть вот этого водного пассейна. О том, что из-под воды вылетала летающая тарелка, и затем методом падающего листа уходила в воду, когда она погружалась. Были световые вспышки, которые, кстати, просматривались и сквозь толщу воды, в глубине. С годами проблема неизвестных подводных объектов все больше беспокоит Запад. Кое-кто даже начал усматривать связь между ними и исчезновением боевых субмарин. Так, всего за 4 месяца 1968 года при загадочных обстоятельствах погибли 3 западные подводные лодки. В январе в Средиземном море – Израильская Дакар и Французская Минерва. В мае в Атлантике бесследно исчезает гордость американского подводного флота атомоход «Скорпион». И что характерно, во всех этих случаях вблизи подлодок были зафиксированы таинственные движущиеся объекты. 70-е годы. Противостояние СССР и США в Северной Атлантике принимает почти открытый характер. В условиях строжайшей секретности натовское командование готовит специальную операцию «Инеида». Задача сформулирована жестко. Положить конец безнаказанным проникновениям советских подлодок и разведывательных самолетов в территориальные воды и воздушное пространство стран НАТО. Особо обеспокоены скандинавы. В 70-е и 80-е годы в западных странах прошло ряд истерических публикаций на тему, что советские подводные лодки заходят в шхеры, фиорды Норвегии. Там они пытаются выведать или даже установить подводные мины какие-то. В конце концов дело дошло до прямых боевых действий. Осенью 1972 года норвежцы вместе с натовскими кораблями бомбят глубинными бомбами свою туристическую жемчужину – 200-километровый Согнифьорд. Четыре десятка кораблей и авиация пытаются выдавить подводных нарушителей на поверхность. Временами таинственные объекты всплывают из-под воды. То это светящийся эллипс, то из глубины с невероятной скоростью выныривает длинный узкий черный корпус. Вскоре события принимают совершенно новый разворот. Неожиданно над горами появляются желтые и зеленые неопознанные летающие объекты, а над фьордом загадочные вертолеты – черные, без опознавательных знаков. На высочайших скоростях они совершают немыслимые маневры. Электронная техника на противолодочных кораблях выходит из строя. В результате неизвестные подводные объекты незамеченными выскальзывают из залива. В 80-е годы сообщения в скандинавских газетах напоминают военные сводки. Всего за два месяца 1986 года неизвестные субмарины 15 раз вторгались в шведские территориальные воды. Охота за ними идет день и ночь. Они делали таким образом, что обнаруживают подводную лодку в каком-то заливе. Перегораживают этот залив цепями, перегораживают его, сети ставят, значит, даже бомбят. Но толку мало. Установленные мины кем-то подрываются с большого расстояния. Специальные ракеты результата тоже не дают. Самая новейшая торпеда, которая была у них, так сказать, произведена, они ее, значит, так сказать, тоже пустили для того, чтобы уничтожить эту подводную цель. Она, эта торпеда промахнулась, значит, и не попала ни в какую цель, а затонула. Тогда была целая операция организована, потому что это сверхсекретная торпеда. Надо было ее поймать, надо было ее достать, надо было ее найти и так далее и тому подобное. В общем, ажиотаж был очень большой. Чужое вторжение было хорошо документировано. В результате этого ажиотажа были какие-то предъявлены на международную арену и какие-то пленки записи шумов там различных, которые похожи на шумы подводной лодки. Эти шумы анализировались, потом доказывалось о том, что, значит, эти шумы не имеют отношения к подводной лодке. Но западная пресса продолжает разыгрывать советскую карту. Норвежцы и шведы, обсуждая нарушителей своих морских границ, упорно твердят о подводной руке Москвы. И они верят в то, что огромная вот эта Россия, холодная, значит, небритая, волосатая, хочет проглотить, значит, такую вот ухоженную, сытую, маленькую Швецию. Пресса публикует снимки странных следов, обнаруженных на дне у берегов Швеции. Подозревают, что их оставляют какие-то сверхмалые советские подводные лодки-танки, которые бегают на гусеницах. И в конце концов уже они меня достали, все эти журналисты, вот эти вопросы, что действительно мы там, мы вот на гусеницах, мы бегаем по дну. И даже они как делали, там у них есть сливные такие магистрали, диаметр 1,2 метра, что туда даже залазили наши вот эти технические средства и куда-то бежали там, к какому-то конкретному, как я понимаю, унитазу или как там, я уж не знаю. Но, во всяком случае, разведку вели. Все попытки советских моряков доказать свою непричастность к таинственным подводным объектам натыкаются на стену непонимания и подозрительности. Пресса продолжает гнуть свою линию. Это русские, больше некому. И собрал я как-то иностранных журналистов и отвечал на всякие вопросы. Я говорил этим журналистам, вот я, как главнокомандующий военно-морским флотом СССР, обращаюсь к вам и через вас к вашему правительству, чтобы вы поймали нашу подводную лодку, уничтожили ее там. И я вам скажу спасибо за то, что вы, значит, так сказать, это сделали и показали нам какие-то, значит, ее останки, этой подводной лодки. И я вам объявлю всем благодарность за то, что вы нас уничтожили. Выход у Запада один. Уничтожить, а еще лучше захватить хотя бы одну секретную субмарину. Усилия военной науки США брошены на совершенствование системы обнаружения подводных лодок. И тут ситуация приобрела прямо противоположный характер. В основном это появилось где-то после 70-го года, когда, во-первых, в составе военно-морского флота появились более современные подводные лодки, оснащенные более современными гидроакустическими средствами. При нашем выходе на просторы Атлантики мы начали отмечать какие-то непонятные объекты, которые излучали непонятные сигналы. Когда его слушаешь, он напоминает, может быть, кваканье лягушки или что-то похожее. Почему их и назвали квакерами. То есть, и он, как и лягушка, вот лягушка квакает, потом она вдруг замолкает, потом опять начинает квакать. То она начинает быстро квакать, то, значит, там, квак-квак-квак-квак-квак, там, потом, значит, квак-квак, так и квакер примерно. И частота вот у него там менялась, там, период. Эти звуки не только в форме кваками, они могут носить самый разнообразный характер. Просто квакеров на то время вот именно таких характерных звуков оказалось, может быть, чуть больше остальных. Сначала это были единичные наблюдения, но со временем квакеров обнаруживалось все больше и больше. Район их стал расширяться. Если раньше был в Атлантике, то уже стал переходить на, предположим, я говорю про север, значит, Норвежское море. А в дальнейшем уже где-то там на границе, западные границы и Баренцу моря стали переходить эти квакеры. Фиксировали квакеров и в южных морях. На юге, в районе Филиппинских островов, они, в общем-то, активно работали. В конце 70-х годов. Активно очень было. И практически все командиры вот тут вот такое вот наблюдали. Странные квакающие объекты всерьез встревожили советских подводников. Вы представьте, что вот вы командир подводного, выполняете боевую задачу скрытно. Вам нужно выйти в какой-то район, там, обнаружить группировку противника, уничтожить ее. Или, если это ракетоносец с баллистическими ракетами, выйти в какой-то район, произвести пуск ракеты, нанести, значит, удар по береговым объектам. Вот вы подходите к этому району, да еще в боевой обстановке. А у вас со всех сторон вот эти квакеры, квакуи. Психологически на вас это будет воздействовать? Безусловно. То есть любой командир ска подумает, что я обнаружен. Решением главкома военно-морского флота Горшкова при разведуправлении создана специальная группа. Задача – разобраться с квакерами. Организован не только сбор и анализ сведений, но и предпринята целая серия океанских экспедиций. Квакеры – это был один из основных объектов, за которым необходимо было наблюдать и описывать его. В том числе районы, где он был обнаружен. Если это было несколько квакеров, значит, необходимо было как-то зафиксировать их построение географически и геометрически. Маневрируя вокруг формирования этого акустического излучения, пробовали лоцировать его своими акустическими станциями в активном режиме. Ну, Академия наук занималась этой проблемой по просьбе первого заместителя главнокомандующего. Занимались и наш институт, имеющий направленность в гидроакустическую. Занимались другие организации, которые связаны с этими подводными шумами. Каждый по-разному оценивал. Исходили из того, что квакеры – это новые разработки американцев. Каково их назначение? Тут мнения расходились. Некоторые считали их постановщиками помех для советских подводок. Им возражали сами подводники. Никаких серьезных помех квакеры не создают. Кто-то был убежден, что это устройство, облегчающее навигацию американским подводным лодкам. Многие видели в квакерах элементы глобальной системы обнаружения. Мнение такое было, что вот эти гидроакустические системы стационарные, обнаружение наших подводных лодок, которые устанавливали американцы, и такие были, мы знаем, и СОСУС, и другие такие системы. Вроде бы все логично. Американцы с помощью квакеров расширяют свою систему обнаружения. И все же сомнения оставались. Если квакеры – это навигационные маяки или элементы системы обнаружения, то устройства должны быть стационарными. Однако наблюдения подводников нередко противоречили этому. Зачастую было так, что квакер как бы смещался, по нашим данным, получается. Когда подводная лодка возвращалась с выполнения моего задачи, я начал смотреть на эти вот точки, которые мы заранее нанесли на карту, которые обозначали обнаруженные так называемые квакеры. Они не совпадали. Ну, какие-то совпадали, а какие-то уже не совпадали. Или на месте одних появлялись излучения с другой характеристикой. Но общей картины не получалось. И создалось впечатление, что это движущийся объект. Смущала не только подвижность квакеров, но и их количество. За службу их столько было много. Поэтому, если бы сказать, что один квакер там, один, два, три там за поход, а квакеры практически каждые сутки по несколько штук обнаруживаются, наносятся, анализируются и по частоте, и по месту. Их столько много обнаружено за нашу службу, что можно подумать, что весь мир занимался только тем, чтобы изготавливать их, тратить средства на них и расставлять их по океану мировому. У нас была тоже такая теория, когда у нас были еще сиры противолодочной борьбы, которые возглавлял адмирал Абелько, а начальником у него штаба был адмирал Мулабуй, которые разработали один из вариантов перекрытия мирового океана буями, специальными гидроакустическими буями, которые сбрасывались и которые фиксировали обстановку. В конечном итоге все это было разработано уже до техники такой, которая могла быть применена, но эти буи были такой огромной, так сказать, величины, и они стоили так дорого, что не то что забросать Атлантический или Тихий океан, а их буквально сто штук поставить было неспособно наше производство и наше промышление. Не может быть такой системы обнарушения подводных лодок, которая вот так вот, ну, как-то непонятным образом распространяется по всему мировому океану, где там ходят или ходили наши подводные лодки. Это может быть и объектом не только, а может быть, и не столько обнарушения нашей подводной лодки, а сколько вот деморализации даже, если хотите. То есть это как раз вот психологическая война. Но здесь тоже не все гладко. Если бы квакеры были стационарными объектами с жесткой географической привязкой, тогда да, это дешевые и эффективные средства психологической войны. Но многочисленные подвижные квакушки – слишком дорогое удовольствие, ведь им нужны двигатели и автономные источники энергии. При этом каждым из тысяч квакеров, разбросанных по мировому океану, нужно управлять. Или они должны быть самостоятельными. А это уже роботы с искусственным интеллектом и навигационными способностями. Стоимость такой глобальной сети будет не просто огромной, а астрономической. И все ради того, чтобы попугать советских подводников? Нет, что-то здесь не так. Ну, поскольку вопрос-то необъяснимый, подчас и наши ученые, в том числе и из Российской Академии, говорили, это биологического происхождения. С тем, чтобы закрыть вопрос. Какой биологии? А вот, видимо, там какие-то вот плантоны собираются кучей на определенный период. То ли это косатки, то ли это еще кто-то. Кто как умел, так и объяснял. Биологическую основу, вот, по их мнению, происхождение вот этих сигналов квакеров. Ну, в общем-то, отмахивались. В начале 80-х годов программа «Квакер» была внезапно закрыта. Группу расформировали. Почему? Это еще одна загадка, связанная с подводными фантомами. Подлодки с немыслимыми характеристиками. Таинственные квакеры. Что это? Суперсекретные разработки, о которых в те годы знали лишь избранные? Возможно. К сегодняшнему дню реализовано немало научно-технических проектов, о которых рядовые граждане даже не догадываются. И все же что-то мешает сделать такой вывод. Во-первых, прошло 30 лет, а о подобных разработках до сих пор ничего не известно. Это удивляет. Обычно секреты так долго не хранятся. А во-вторых, это мнение профессионалов. Ни у нас, ни у американцев каких-то подводных лодок, развивающих скорость 300, или, как пишет тут, более километров в час, у нас нет и не предвидится. Таких скоростей, чтобы развивать до 280 километров в час, но это только у капитана Немо, и то у него даже на Утилус так не плавал, с такой скоростью. Мне неизвестны аппараты, которые могли под водой двигаться с такими большими скоростями. И на таких глубинах особенно, особенно на глубинах. Чем больше глубина, тем больше составляющую занимает корпус, и меньше остается веса у конструкторов для того, чтобы источник энергии поставить, движение соответствующие. На большущих глубинах вообще все аппараты ходят со скоростью 2-2,5 слоя. То есть это порядка 5 километров в час. Не лучшее дело обстоит и с квакерами. То, что обнаружилось при встречах наших подводников с ними, разрушает представление об этих объектах, как о создании рук человеческих. Иногда, проходя через зону действия этого квакера, мы приходили к серым веществам биологическим покрытым. Но оно биологическое вещество, потому что это как светлячок. И он, поскольку там покрыты резиной были, на резине оставались вот эти. И долго они там жили, пока просто не умирали от солнечных лучей. Но это было. У некоторых командиров подводных лодок создавалось впечатление вполне осознанных действий со стороны этих невидимых. Иногда казалось, что они настойчиво пытаются установить связь с нашими субмаринами. Кружат вокруг подводных лодок, меняют тональность и частоту сигналов, как бы вызывая подводников на своеобразный диалог. Особенно активно они реагируют на гидроакустические посылки с лодок. Я скажу, что при приближении, например, то, что я наблюдал, они меняли тональность, то есть на более высокие, с низких на высокие переходили. Сопровождая наши субмарины, квакеры иногда следовали рядом с ними до выхода из какого-нибудь района. А затем прокваков в последний раз бесследно исчезали. Квакеры, может быть, и не механические, а какого-то состава там, как бы сказать, жидкого, или как сказать так, улочного, так сказать, или как. Ну, работал вот этот, так называемый квакер. И решил я проверить, что это такое. Притом, поскольку скрытности вопрос не стоял, я включил гидроакустическую станцию, активный режим, ну, не напороться, грубо говоря, на что подводное, и пошел на эту область. Так откуда излучался этот самый сигнал? Как бы прошел через эту область по данным, потому что сигналы разделялись, как бы ее в лату входил. Дошел до определенного угла, все, сигналы прекратились. Я прошел туда, развернулся через некоторое время, и услышал опять те же самые работы, но она уже, естественно, где-то в стороне была. То есть нет ничего технического там, то есть ни металла, ни пластика, ничего. Это какое-то энергетическое образование. То есть это что-то, какая-то энергетика, которая имеет свое образование и излучает. Не только я, это наблюдал и многие командиры, наблюдали и в мое время. Есть факты, которые заставляют еще больше сомневаться в военно-технической природе подводных фантомов. Вот лишь один из случаев. О нем Балтийское морское пароходство радировал капитан советского теплохода Новокузнецк. В ночь на 15 июня 1978 года на выходе из залива Гуаякиль в прибрежных водах Эквадора рядом с судном появилось 6 ярких белых полос длиной до 20 метров. Они маневрировали, то приближаясь, то удаляясь от судна. Через некоторое время из-под воды вылетел светящийся белым светом сплющенный шар. Он неспешно обогнул теплоход, как будто осматривая его, завис на несколько секунд на высоте 20 метров, описал зигзаг и вновь ушел под воду. О подобном вооружении военно-морского флота абсолютно ничего не известно. Вылетающие из-под воды объекты иногда успевают сфотографировать. Вот, например, несколько снимков, которые сделали жители Канарских островов весной 1979 года. На их глазах из-под воды вылетел огромный темный объект и устремился вверх. Через мгновение он ярко засветился и пропал из глаз, оставив после себя громадное светящееся облако. А через два месяца нечто подобное наблюдали рядом со своим судном черноморские моряки. На этот раз из-под воды вылетел сияющий диск, ярко осветивший судно своими лучами. В этот момент и был сделан этот уникальный снимок. В мае 1997 года неопознанные светящиеся объекты были засняты над Средиземным морем. О своих встречах с подобными объектами рассказывают и военные моряки. Я был отправлен на подводной лодке дизельной на боевую службу на Фарер и Исландский рубеж между Исландией, островом и Фарерскими островами. Днем в подводном положении, ночью надо всплыть, проветрить подводную лодку, а самое главное подзарядить аккумуляторную батарею. Ну, как только перископ начинает подниматься, командир значит сразу же перископу и быстро, быстро круг с 360 градусов делаешь пляску на перископе, осмотрел, горизонт чист. Точно так же в одной из ночей в феврале 1972 года всплыл, стал осматривать горизонт и вдруг я увидел нечто непонятное. Над горизонтом, ну, угол приблизительно максимум 3-4-5 градусов был. Что-то похоже на круглое, чуть-чуть элипсовидное, но достаточно большое казалось мне. Но, по крайней мере, Луна была совершенно в другой стране, а небо было закрытое. А это нечто было такого оранжекрасного цвета, которое какое-то создавало неприятное психологическое ощущение. Просто аж какое-то давящее на психику, ну, я бы сказал, даже какое-то чувство страха там некоторое создавало. Но это не был кораблем. не было судном. Это было что-то над поверхностью. Поэтому мы приняли решение ничего в журнал не записывать, поскольку объяснить мы не в состоянии были, что это такое, а погрузиться и продолжать выполнять задачи. Наблюдали подобное не только в Атлантике, но и в других районах мирового океана. Это было на стыке проливной зоны Тихого океана в Индийский океан. Ночью, двух часов ночи местного времени. Такой оранжевый в центре, желтый по бокам, шар, который висел над ночным горизонтом присутствии Луны. Было непонятно, что это такое, почему и как. Мне стало не по себе. И я долго после этого приходил в себя, никому не говоря, потому что никто мне вопросов не задавал. Впрочем, в разведуправлении военно-морского флота сведения все-таки поступали. И не только от военных моряков. Было ясно, в океане происходит что-то непонятное. У нас была информация о том, что в океане, в морях, в наших внутренних морях наблюдались случаи каких-то совершенно странных явлений, связанных с освещением воды. Октябрь 1969 года. Аравийское море. Команда советского научного судна Владимир Воробьев неожиданно проснулась от безотчетного страха. Приборы показали. Под килем на глубине 20 метров завис массивный предмет. До дна еще полторы сотни метров. Выбежали на палубу. Нет, это не подводная лодка, как подумали сначала. В глубине моря против часовой стрелки, слегка изогнувшись, вращались 8 ярких лучей длиной до 200 метров. Феерия продолжалась более получаса. Затем пятно распалось на несколько частей и исчезло. за два года до этого источник света удалось разглядеть. Это было в 1967 в Сиамском заливе. Моряки нескольких голландских судов тогда наблюдали вращение на воде огромных светящихся колес. А с теплохода Гленфолах был ясно виден выступающий над водой светящийся выпуклый объект диаметром 20-30 метров. Что это было? Вопрос остался без ответа. В море неоднократно наблюдались светящиеся колеса, которые наш известный строитель Академик Крылов называл подводными призраками. Размеры колес иногда огромны до нескольких километров. Иной раз их видно даже из космоса. Нередко они перемещаются причем довольно быстро. Яркость свечения на поверхности моря такова, что отблеск порой виден на облаках. Что это? Биосвечение микроорганизмов? Но как объяснить удивительную симметричность и огромную скорость вращения световых колес? Лучи порой скользят по поверхности моря со скоростью гоночного автомобиля. Микроорганизмы так быстро передвигаться не могут. К тому же пробы воды из колес нередко показывают, что там нет даже следов светящегося планктона. подняли более ранние свидетельства исторические хроники. И тут выяснилось, списать загадочные свечения на современные супертехнологии не так-то просто. Оказалось, что светящиеся фигуры в океане, как и вылетающие из-под воды объекты, наблюдали еще несколько столетий назад. Комиссии по изучению аномальных явлений удалось собрать около тысячи случаев, относящихся к аномальным явлениям в гидросфере, и 7% уходят в древность. Сообщения можно найти в старинных капитанских донесениях, судовых журналах, морских архивах. Упоминания о странных свечениях моря встречаются даже в очень древних источниках. На Востоке их называли колесами Будды. Они на самом деле напоминают древний символ колесо жизни. Европейские моряки называли вращающиеся колеса иначе, дьявольской каруселью. Они имели форму не только колес. Это были треугольники, это были квадраты, это были фигуры в динамике, это были подводные прожекторы, это были странные лучи, которые пронизывали корпуса судов во время освещения снизу. Так что все это очень мудренно. Прожектора, бьющие из глубин океана, наблюдают уже сотни лет. Например, в районе Курильских островов и Японии. Из-под воды далеко вверх уходит столб света. Настолько яркий, что глубокой ночью хорошо видно все, что находится на палубе. Причем некоторые предметы начинают почему-то светиться. Многие свидетели говорят о странном воздействии свечений на их психику. Турхиер Дал, описывая свое путешествие через Атлантику на плоту, рассказывал, что загадочные световые вспышки вызывали у его команды непонятный страх и стресс. Энергия подводных свечений воздействует и на технику. Вот что вспоминает один из очевидцев. Море вдруг засветилось белым матовым светом, образовав вокруг судна огромный светящийся круг. Как будто гигантский фонарь подсвечивал воду снизу. Без видимой причины упали обороты главного двигателя. Изменилась температура забортной воды. От одних наших кораблей специфической направленности поступала информация о том, что да и лодки сами это наблюдали. Повышенное электромагнитное поле под водой. Это аномалия с чем она связана. Трудно сказать. Никаких чужих объектов там не находилось. Потом обычные подводные лодки, батискафы. Они такого электромагнитного поля создать не могут. Откуда берутся эти аномалии сгустки энергии? Факты такие были. Сведения поступали. Анализ наблюдений подводных фантомов вызывал все большие сомнения в том, что это военная техника противника. Так, во время военно-морских учений вблизи Индонезии подводная лодка США обнаружила рядом с собой неизвестный маневрирующий объект. Пошла на сближение. Ошибка командира американской лодки привела к столкновению. Произошел сильный взрыв. Оба корабля затонули. Чтобы поднять со дна обломки неизвестного объекта, с корабля сопровождения оперативно спустили поисковую команду. Успели найти и доставить наверх что-то похожее на кусок листовой обшивки. И тут произошло непонятное. Акустики сообщили, в районе катастрофы появилось по крайней мере 15 неизвестных субмарин. Длина некоторых до 200 метров. Прибывшие субмарины наглухо заблокировали место катастрофы не только для американских подлодок, но и для всех типов локаторов, создав нечто подобное защитному куполу. Через несколько часов сигналы от таинственных объектов исчезли. На месте катастрофы не было найдено ничего, в том числе и останков американской подлодки. Анализ фрагмента, который успели поднять, показал, что состав металла ученым неизвестен, а некоторые после утечки этой информации любые вопросы на данную тему Пентагон и военно-морская разведка США пресекают в корне. С каждым годом архивы пополняются все новыми загадочными наблюдениями в океане. Но ясности как не было, так и нет. После многолетних безуспешных погонь Америка вслед за Аргентиной официально заявила, что к подводным экстра-объектам СССР никакого отношения не имеет. Скандинавы какое-то время продолжали в этом сомневаться. После распада Советского Союза Швеция выразила надежду, что новые российские лидеры снимут гриф секретности с деятельности советских подлодок в Скандинавии. Однако в архивах никаких сведений о подобных операциях не оказалось. Россия еще раз заявила, что у нее в территориальных водах скандинавских стран интересов нет. При этом Борис Ельцин намекнул, что виноват кто-то другой. Но кто? В 1995 году шведский парламент создал специальную комиссию из видных ученых. Задача разобраться с подводными фантомами. И тут оказалось, что статистика их обнаружений довольно серьезная. Задокументировано более двух тысяч случаев. По мнению шведов, огромное количество лодок-призраков, их маневренность и полная неуязвимость исключают деятельность обычного флота. Более того, заставляют сомневаться в земном происхождении этих объектов. Многие феномены вообще никто не видел. Их фиксировала только специальная аппаратура разведки. И поэтому мы не могли их вам продемонстрировать. В этих случаях мы воспользовались компьютерной графикой, сделанной по описаниям очевидцев или кинокадрами, снятыми в похожих ситуациях. Я думаю, я думаю, что об этих явлениях, которые в океане, в атмосфере, на стыке двух сфер, море и воздух, американцы так же знали, как и мы. И так же занимались теми проблемами. И занимаются, наверное, до сих пор. Потому что не зря все эти публикации, как и у нас, у них, они до сих пор еще засекречены. сверхскоростные подводные лодки-призраки, таинственные квакеры, фантастические фигуры, проецируемые из глубин океана, вылетающие из-под воды неопознанные объекты. Может, у этих фантомов одно происхождение? Кто знает? При нынешнем развитии техники такого ни у кого нет и быть не может. Вообще-то так. Но это не значит, что вообще, в принципе, это быть не может. Что это? Третья сила? Не исключено. В 1987 году президент Соединенных Штатов Америки Рональд Рейган на 42-й Ассамблее Организации Объединенных Наций выразил уверенность, что все противоречия между странами исчезли бы перед лицом угрозы со стороны пришельцев. И неожиданно добавил, а не находятся ли они уже среди нас? Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова